Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Попов Владислав Владимирович, я слушаю вас. Добрый вечер. А что вы хотите от меня услышать? Вы же мне позвонили, это я вас слушаю. Вы кто, представьтесь. Да нет, мне поступил звонок. Нет, не надо выдумывать. У меня звенел аппарат. Никто и не выдумывает. Я вас не набирал, еще раз говорю. А почему у меня зазвенел телефон? Не знаю почему. Нет, ну как это, не знаю. Структура телефона у любого человека, если звонит, значит идет входящий вызов. Потом мне механический голос сказал нажать единичку. Я безропотно послушался. И вы утверждаете, что я вам позвонил, да? Ну вот правильно, нажали единичку. Ну так и стоков кто... И мне поступил звонок от вас. Так вы там у себя работаете, да, вы там определитесь с текстом, с которым нужно стартовать диалог. То есть я вас слушаю. Нет, я вас слушаю. Вы мне позвонили, вам нужно что-то от меня. Правильно? Хорошо, все, я спорить с вами не собираюсь. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, это вы, все верно? Еще не хватало, чтобы вы со мной спорили. Да. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, да? Хорошо. Звонок он поступал из нашего агентства по поручению банка «Русский стандарт» по вопросу вашего долга, который на 25 июня в размере 621-1850. Так, рублей 91 копейка. Сумодолга у вас не фиксированная. Почему вы не решаете вопрос с банком, не оплачиваете? У вас там есть такой человек по имени Антон? Не знаю. Возможно, есть. Много народу, да, работает. На такой работе. Да. А скажите, пожалуйста, вы там что-то там работаете? Ну вот, вы мужик, взрослый, руки, ноги, наверняка есть, голос. Хобби мое. Хобби мое. А вы почему в долгах? Голова, руки, ноги есть. А вы будет в долгах сидеть, нет? А что, подождите, сформулируйте попонятнее вопрос. Что сейчас было за набор слов-то? Да, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Не нужно здесь. А что за моральные устои такие вот непонятные? А за кого-то шестерить, выбивать долги? Ответьте мне на вопрос. Шестерить? Ну да, там за какие-то копейки работаешь, да? Нет? Какая разница? Вам за что я работаю? Нет, 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 нет. Вы делали ими деньгами, смотрите, у вас есть... Нет, что ты сделал? Ты мне звонишь и пытаешься меня... Так у меня долгах нет. Да ты радуйся. Так у меня долгах нет. Конечно, радуйся. Нет, у вас долгах нет. 621 850 рублей, 990 копейка. Это долгах нет? Это тебе твои работодатели достойные выдали эту информацию, да? Нет, это банк. Это банк «Русский стандарт». Выдал тебе эту информацию. Конечно, конечно. Каким образом она оказалась в твоей недостойной организации, эта информация? На основании агентского договора, заключенный между Банком «Русский стандарт» и нашим агентством, а именно статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. А что ты мне скажешь в ответ на то, что я год назад собственноручно отнес в банк документ, называющийся «Отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам». Дальше что? Банк имеет полное право. Это прописано в вашем договоре. Да, что я соглашаю. Да, да, там написано в договоре, что я соглашаю. Нет, что я соглашаю. И вот это согласие можно отозвать. Давайте согласие. А я это согласие отозвал. А банк не захотел. А банк не захотел. Так как вы должник, так как вы должник, что отзыв? Послушай меня, дорогой, должник такой статус имеет право присваивать только судья человеку. В данном конкретном случае ты посмел меня оскорбить. У вас имеется долг. Что значит оскорбить? Значит, я продолжаю оставаться клиентом банка. Клиентом банка вы будете, когда погасите задолженность вашу, когда будете клиентом. У банка нет градации, должник, заемки. Конечно. Есть четкое конкретное обозначение. Клиент банка. И статус должника человеку может присвоить только судья. И ни в коем случае не ты и твои там работодатели. Мы с вами на ты не переходили. У нас есть три дня. Для погашения долга есть три дня. И твоя работа... Будете так дома с руководителем называть, я? Да, 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 я знаю, что вы так говорили. Я не понял. Ты об этом поговорить хочешь? Ну как вы тут все? Ну давай, давай, разложим. Ты мужиком себя обозвал с руками, с руками. Да я предупредил. Ты трубку не клади, а давай обсудим. Твою жительную позицию, а не мою. Я не собираюсь сами разговаривать, понятно? Вы не говорите, имейте коре в продаже. Ты сышь. С тобой с тобой дома никак нельзя разговаривать. В Ютубе обижать надо. Не смешите, не смешите. Давай не договоримся. Смешно просто тебе. Поздно уже, тебе смеяться. Конечно, конечно. Давай вместе решим, как ролик обозначить в Ютубе. А почему мне позже смеяться? Вот именно высылайте, показывайте, что вы в долгах сидите. Но я ничего не делаю. Показывайте. Я не уверен ничего делать. Запомни. Потому что я очень хорошо... Смешно в Ютубе. Жду с тобой на тридцать за погашение долга. Давай, давай, давай. Я прямо заглавлю этот ролик. У меня уже 3 миллиона просмотров. Как только выходит ролик, я хочу, чтобы ты посмотрел. У вас в дальнейшем могут быть только дополнительные финансовые потери и негативные последствия. Давай я тебе сразу и тайну открою. В долгах. В долгах. В Таняне. Мне еще ищать не нужно. Я знаю... Мне все равно, кем вы работаете. У меня также юридическое образование. Дальше что? Стоп. Секунду. Секунду. Стоп. Извините, пожалуйста. Давай поговорим. Давай поговорим, как юрист с юристом. Давай. Ты готов? Дальше. Дальше что? Не-не-не, ты сказал, что у тебя юридическое образование. Ты азы должен знать. Все верно. Да. Итак, поговорим. Ты не будешь уходить сейчас в сторону, как юрист с юристом. Поговорим. Скажи да. Либо скажи нет. А почему я должен сейчас сходить с темы и говорить... Не-не-не, мы о теме, о моем долге. Слушай, чувак, о моем долге поговорим, как юрист с юристом. О вашем долге. Давай, согласен? О вашем долге. Нет, ты мне одно скажи. Я слушаю вас. Согласен. Я вас слушаю. Итак, заключен договор, верно? Только ты, пожалуйста, не говори по методичке, а включи голову, если ты действительно... По какой методичке? Какое у тебя там, на мониторе или перед глазами, чему тебя учили? Да, да, действительно. Итак, заключен договор. Мной заключен договор с банком. Подписан, верно? Верно? Верно. Конечно. Я ушел с этим договором, получил от банка 200 тысяч рублей. Так? Или ты об этом не знаешь? Так, хорошо. Так ему не знаю. Ну, знаешь, отлично. Я пришел и прочитал этот договор внимательно. И обнаружил там десяток пунктов, не соответствующих действующему законодательству. То есть договор уже автоматически в суде может быть признан ничтожным. Я, как сторона, обнаружившая в этом договоре пункты, которые противоречат действующему законодательству, предлагаю банку изменить эти пункты договора. И я буду продолжать выполнять условия договора. То есть я буду продолжать платить. Банк отказывается исполнять то, что ему положено делать по закону. То есть он отказывается убрать из типового договора пункты, которые противоречат действующему законодательству. Тем самым присваивают договору термин «ничтожный договор». Подождите, Дмитрий Евгеньевич, вас связали и заставили подписать кредитный договор, который является официальным документом и регламентированным 819-й статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Говорит о том, что любой договор может быть расторгнут, если в нем найдены пункты, либо он не соответствует действующему законодательству. В одностроннем порядке имеете право разве? Да кто же сказал, что в одностроннем порядке? Я же попытался, я же тебе помнишь, да, говорил, что я с банком попытался договориться. Написал ему кучу писем, обозначил эти пункты, которые противоречат действующему законодательству и сказал... А банк не обязан. Как это не обязан? Значит, я не... Не обязан. Окей. Банк обязан деньги выдать. И все. И все. А я, слушай сюда, точно так же не обязан исполнять условия Филькиной грамоты. Я со своей стороны делаю шаг и приглашаю банк в суде со мной поспорить. Понимаешь? Банк выкладывал... Вы показывали денежные средства банка. Вы не вернули даже основной долг. Не вернули. Так ну и что? Ну вот это мой шаг, ты понимаешь? Это мой шаг в сторону банка. Банк попытался воспользоваться моей юридической некомпетентностью, не разобравшись, кто я, что я. Сделал рискованную операцию. Выдал деньги в долг. Согласен? Это рискованная операция. Это продукт рискованный. Любой кредитный продукт, он рискованный. Вот. Примерен решать вопрос только в судебном порядке. Бинго. Бинго. И тебе еще скажу. Только в судебном порядке. И я, будь уверен, если банк придет, то русский стандарт никогда не приходит в суд. Если он чувствует, что человека защищают, либо человек сам юридически грамотно. Никогда, поверь мне, 14-летняя практика. В отличие от тебя. Да. А мне какая разница, какая практика. Я передаю отказ от оплаты в добровольном порядке. Сколько раз это можно сделать? Сколько раз вашим идиотам нужно рассказать об этом? Тебе несчастному приходит... Не перейдите вещи. А скажи честно, да? Хватит умничать, хватит уже умничать. Хватит умничать, понимаешь, ты мне позвонил. А че ж ты это делаешь? Я не собираюсь тратить время. А че ты мне позвонил? Я не собираюсь полезно, я сейчас переговорил, но что-то и дел. У тебя дела сидеть, попрошайничать по телефону. Ну, браво, до свидания. Это мое хобби, у меня доходы... Да ты попрошайка, понимаешь, хобби. Конечно. Да я знаю, сколько коллекторы получают. Да, телефон и попрошайка. Все понятно с вами. Сидите в долгах, до свидания. До свидания, клади трубку.